Спасибо. Я представляю Чувашскую Республику в Государственной Думе. И я хочу сказать, что, наверное, около 60% территории – это сельская территория. И отвечая на вопросы в том числе и моих коллег, я скажу, что уже сейчас построено несколько сельских школ. И вот одна из тех сельских школ, которая сейчас является примером не просто сельской школы, а вообще школы, современной школы, уже ее посетили и вице-премьер Голодец и так далее, и так далее. То есть, да, достаточно статусные лица и подчеркнули, что должны возводиться не просто школы, а современные школы и в сельских территориях. И вот буквально мы были на открытии школы еще и в Альбуссербеево, тоже вот к первому сентября она была открыта, поэтому школы строятся, возводятся и без федерального центра, и с федеральным центром. И хочу сказать моменты, почему иногда просят, например, несколько человек ездить в другую школу, потому что, например, в 11 классы пошел только один человек, один, и его надо качественно, как выпускника, подготовить к сдаче единого госэкзамена и вообще к жизни, к университету. Есть школы, куда, например, всего ходит 5 человек, поэтому вместе с жителями, это не просто повод помитинговать, конечно, нет, вместе с жителями администрация встречается и договаривается, как дальше будет происходить обучение. И если договор, согласно вот как раз нашей статье, нашей нормы в законе, есть, то есть договорились, то только тогда происходит перегруппировка. Тогда пользуются автобусом, и то, просто объясню, что здесь уже Олег Николаевич говорил о том, что денег мало в регионах, все закредитованы. Здесь, как представители регионов, все это очень хорошо знают, потому что все занимаются выбиванием денег из федерального бюджета. И, естественно, это один из тех показателей, почему, например, муниципалитет, который так нищий, не может содержать всю школу, не может качественно ее отапливать, не может обеспечить ремонт, например, и так далее. Поэтому, конечно, начинается передача этого имущества, например, в пользу, но даже в рамках системы образования. У меня в регионе, например, было. Это здание передали для детского сада. То есть это теперь детский сад, а не школа, например, и так далее. Поэтому, конечно, хочется сказать, что мы все здесь за одну цель. Просто нельзя, наверное, злоупотреблять настроениями людьми, когда требования не обеспечиваются, не соотносятся с реальностью. Если есть возможность у муниципалитета содержать весь контингент учителей для одного человека и содержать здание, почему нет? И электричку туда надо пустить, если есть такая возможность. А если нет, то вот такие решения, собственно, и принимаются. Так происходит у меня в регионе. И при этом еще и строятся новые школы, дорогие школы. Спасибо.